Всем привет дорогие друзья! Вы наконец генселус ворилд и сегодня с вами поиграем в игру считаем смешариками а точнее начнем прохождение ведь мы вроде как вы отступили к прохождению самой длинной игры по смешарикам даже нечем параллельные миры и так это вот моя я немножко до этого играл в этот уровень с нюшей точнее я не играл его создадим новый аккаунт гига в моих кланах кто-то где есть карта где где типа каждый уровень это каждый домик смешариков и моих планах вот чтобы каждая серия каждый домик а вот эти вот бонусы мини-игр я потом решил по ходу этой серии как их снимать отдельную серию посвятить или скажем вот пошел дом нюша получил какой-то стих и не открыл какую-то мини-игру рядом с нюшей и в нее играешь пока я погнали играть однажды бараш решил написать целую книгу прекрасных стихотворений из самого утра начал творить нет это не стихи это все все срочно нужно вдохновение или пропала моя книга ну конечно друзья вдруг кто-то из них знает где искать вдохновение первым делом бараш решил загнуть к нюшу ведь где же еще черпать вдохновение как не в беседе с прекрасной дамой но это самая карта где вот каждый домик каждый на уровне вот призы это это мини-игры открываются после прохождения вот потом решим отдельные серии посвятить или вот прошел домик нюш и прошел приз к родителям куда серии мультсериала кикнули непорядок ладно погнали к нюше бараш естественно решил первое спасибо к нюше так как ну да эти у них шуры-моры наши в этом пошел к нюше привет бараш смотри какая красота сделай себе такие же поможешь бусинки разобрать конечно помогу голубая как незабудка а это белая как ландыши красная куда ее положить клади на тарелку а на какую вот сюда красному помидору здорово ты придумала давай и на другие тарелочки положим разноцветные фрукты давай разложим по тарелочкам бусинки положи на тарелку предмет оранжевого цвета огурец положим очень хорошо положи на тарелку предмет малинового цвета алина вот положи на тарелку предмет желтого цвета лимон хотя картошка принципе тоже подходит на только без кожуры без кожуры картошка подошла очень хорошо положи на тарелку баклажан это считает или это считается синим или черным цветом люди рисковать будет просто баклажан правильно положи на тарелку предмет коричневого цвета вот картошка картофель очень хорошо очень хорошо ты можешь идти по мультфильм это то что мы тут смотрели уже так это что смотрела же на тарелку предмет зеленого цвета разложи бусинки по тарелкам на каждой тарелке все предметы должны быть одного цвета майки так лимона сюда желтенькие пихаем помаде там всего одна бусинка и я говорю я больше всего себе забрал коварный огурец не ему даем и как у него тут прям горошинки собрались готова очень хорошо разложи бусинки по тарелкам да это чудо ромашки предметы должны быть одного цвета да вот ложим сколько денег у баклажана а для тех всего по одной вот один для помидора один для капусты для баклажана все остальное какое-то неравное деление этого правильно разложи бусинки по тарелкам это значит что это черным или темно-синим цветом смородина это же смородина или это черника какая-нибудь такая ягода которая черно-синяя вот как смородина черник и так далее картошка картошки отправляем звездочки и не так давай поставь куда надо готова правильно ты можешь идти дальше дальше синки были аккуратно разложены по тарелочкам и нюша с удовольствием мечтала о том как украсит этими бусинками свой новый поясок но сначала поясок нужно было сшить нюша достала из своих запасов несколько разноцветных ленточек конечно она сразу же приметила свою любимую розовую ленточку к сожалению розовая ленточка была коротковата и нюша стала подбирать к ней кусочки других цветов пожалуй к розовому подойдет голубой решила она и приложила к розовой ленточки голубую неожиданно оказалось что голубая ленточка немного шире чем розовая а разве получится красивый поясок из ленточек разные ширины нюша не стала расстраиваться ведь желтая ленточка тоже очень красивая но желтая ленточка оказалась слишком узкой гораздо уже чем розовая тогда бараш решил вмешаться и поменял желтую ленту на красную удивительно но у красной ленты оказалась ровно такая же ширина как у розовой молодец бараш воскликнула нюша и тут же решила проверить а одинаковая ли длина у этих замечательных ленточек для этого она приложила розовую ленту красный вот так красная лента длиннее расстроилась нюша да вздохнул бараш а розовая лента короче однако друзья решили не бросать начатое дело и продолжили поиски ленточек для нюшиного пояса окей положи в коробку ленточки как проверить так это мы сделали это мы делаем начнем поясок в коробку ленточки у которых длина такая же как у розовая ленточка это легко проверить так лена длина а не ширина так дня на длину длина но желтых вам подходит по длине даже длина да она так это это мелкая это ой дыхание подходит это это подошло это натишком большой так куда ты у меня скакал слишком большие вещи слишком короткие даны всего остально не подходит готова правильно ты можешь идти дальше то где-то с этим ремешком я татское задание который я тоже рад не подходит так и не смог сделать ширине куда до него дойдем так по ширине скротовый говоришь ну вот это вот так вот это вот вот это и конечно же вот это вот знаете о это тоже подходит как подходящих но они уже больше не мешают а ты уверен а чё тебе не нравится который не а не подходит к родовой ленточке почтения там не написано это прослушать проболтал и тут вот надо не подходит тогда вот так готово ты можешь идти дальше накосячил накосячил а это такая задание вот пришить так чтобы оно все получилось на мешке вот это вот я в прошлый раз не смог сделать учитывая что тут надо несколько сделать раз я только один раз еле-еле смог а несколько и так тем более не смог чуть-чуть не хватает а он уже говорит что не я не я фу ты так отказываемся от всего этого так откажись нет не пойдет так переделывай так не подходит так давай о подумай еще ну хватит дай мне ты там же небольшая разница ну чё ты душишь непорядок душат мелкая не дают оставить так 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 выкидываем опа о нет не вмещается может отместится не может быть почему не может быть почти почти так накидывает а тут уже все они помещается значит должно быть как минимум две кровные и две мелких так 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 а ненавижу это задание отвратительное задание невозможное задание подумай как я буду ленточку шить надо бы так окей нет нифига у нас все не получается так 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 все равно не хватает ну что ж ты будешь делать о да нет может так о а ты уверен ли а не пускай вот нашу сверх ленточку ответочка большая так и так о подумай чуть-чуть не хватило зарада на 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 так отмена так слишком большой укоротилась так вот так тогда так кто из вас чуть больше осенька чуть больше чем голубой надо учитывать так не подходит не подходит так давай еще дырик давай опа может сейчас не может быть да ты задрал да как тебе это говно составить вот ненавижу эту миссию очень противная чуть-чуть не хватает он уже говорит что не может быть не хорошо вообще ужас полнейший чуть не хватает же заменить так кто из вас тут самый большой так этот короче вот это по моему вот эта палка самая огромная а не только оранжевая самая огромная так кого начать дать зачем самого огромного потом пойдем мелкими а может не мелкими так и вмещается опа а наконец-то хотя бы одна очень хорошо хотя бы одна палка укрась пояс лентами по-другому так а тут как у нас вот это еще хуже чем предыдущие всегда так может в этот раз у меня получится а сейчас это получилось не может почему чуть-чуть не хватило зараза это не честно я считаю вот его надо прям чтоб прям полностью был perfect прям ему надо этому негодяю непрядок а че не владает что ли что ты чуть-чуть не владеет такова и не влады так вот чуть короче так вот покороче но не сильно это нам не сильно погоду скрашивает опа да почему не владеет чуть как раз как надо так что это не устраивает то что заканчиваю на той же на которой предыдущий закончил если так давай чё тебе не нравится чуть-чуть не хватило чуть чуть больше чем надо злодей злодей иванович так ладно что-нибудь придумаем так так о что мелким закончить о да ладно у меня получилось на видео у меня получилось лучше чем без видео от меньшей к большей на точке в верхнем ряду давай вот так погнали ну давай так на белой точке правильно почему это самая маленькая точка на самой большой коровке могли бы по другому делать а то что ли черное меньше чем коричневое вроде меньше очень хорошо да я правильно делал выложи те бусинки которые больше фиолетовой на белые точки в порядке уменьшения которые больше фиолетовой сдуваются сдуваются эти ромашки сдуваются и очень этому факту рады молодец 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 делаем брошку решительно объявила нюша бараш немного удивился ведь он не знал что такое брошка и как она выглядит нюша терпеливо объяснила ему что брошка это украшение которое прекрасные дамы прикрепляют на одежду и даже показала рисунок брошки о которой мечтала сама потом они вместе выбрали вот такую основу для нюшиной брошки в центре будут разноцветные кусочки стекла а по краю бусинки для начала нюша высыпала из банки несколько стеклышек все они были разные формы но ничуть не уступали друг другу по красоте бараш выбрал красное стеклышко и попытался уложить его в одно из дырочек сначала у него ничего не получилось стеклышко и дырочка совершенно не подходили друг другу но потом подумав немного бараш все таки нашел дырочку правильной формы для этого стеклышка в это время нюша что-то обдумывала бараш мы неправильно разложили бусинки вдруг заявила она как это удивился бараш мы ведь собрали все желтые бусинки вместе и все красные вместе и зеленые но нюша не сдавалась ведь бусинки были разной формы вот например желтые среди них есть бусинки шарики бусинки цветочки и бусинки звездочки нюша разложила их по кучкам и осталась очень довольна бараш скомандовала она разбираем бусинки заново а потом возьмемся за брошку так убери лишнюю бусинку с тарелки это элементарно молодец в новой тарелке есть бусинки той же форме что и в старую желтая переложи их из новой тарелки в старую ты готова а ты уверен в смысле а че тебе не нравится а типа все той же формы все переложить но ведь они не подходят по свету я думаю надо чисто подходящие по форме по свету очень хорошо а то я тебя выбивает это вообще гармония этой желтой кружочкой положи бусинки в дырочке подходящие им по форме и размеру давай так какой нибудь красоту будем наводить или чисто так полный расколваз устроим так пикнем как нибудь вот так лучше фиолетовая а то тут несколько фиолетовых не надо чтобы они рядом стояли так опа так так непорядок иди сюда кружочек кружочек ой ну ладно так тогда меняем звезды местами так тогда меняем вот так а не получается полностью красоту навести ну ладно вот так очень хорошо ты можешь идти дальше теперь стеклышки так давай так погоди ты лишняя вот синяя хотя она должна быть красной как нам показывали в начале но тут видела света другие стали так опа зеленая коричневая есть даже прикинь я даже коричневая нашла хюнюша так розовая розовая для нюши так розовая еще и туда отрывок такой молодец опа какая-то странная я в другие света подобрал бы пришло о а делать бусы. Нюша попросила Бараша нанизать несколько бусинок на нитку. Бараш, недолго думая, сделал вот такие бусы. «Прости, Бараш, но здесь что-то не так», — сказала Нюша. «Что не так?» — удивился Бараш. «Порядка нет, понимаешь?» — воскликнула Нюша и взяла другую нитку. Сначала красная бусинка, потом две желтых, потом еще красная и еще две желтых. И вот появились новые бусы. «А, я понял, какой здесь порядок!» — обрадовался Бараш и надел на нитку еще одну красную бусинку и еще две желтых, а потом снова одну красную бусинку и две желтых. Затем друзья сделали еще одни бусы из бусинок другой формы. Сначала нанизали на нитку маленькую зеленую бусинку, потом красную побольше, потом большую желтую. И в обратном порядке. Большую желтую, красную поменьше и маленькую зеленую. Очень красиво получилось. Но в конце концов Нюша выбрала бусы с самым интересным рисунком. Сначала надели маленькие бусинки. Красный шарик, желтую звездочку, зеленый цветочек. Потом средние бусинки. Опять красный шарик, желтую звездочку и зеленый цветочек. А потом уже большие бусинки. Снова красный шарик, желтую звездочку и зеленый цветочек. Нюша была очень довольна новыми бусами, а Бараш подумал о том, что составление бус очень даже интересное занятие. Так, давай задание. Бусинки нанизаны на нитку по правилу. Ну-ка. Продолжи ряд, положив бусинки на белые точки. Так, окей. Красненький. Ледовенький. Красненький. Молодец. Бусинки нанизаны на нитку по правилу. Продолжи ряд, положив бусинки на белые точки. Ну-ка, смотрим на правила. Так, большая. Так, потом маленькая простая. Так, две филлетовых. Потом маленькая желтая звездочка. Большая желтая звездочка. Так, две таких звездочки и одна большая. Да, я рассмотрел порядок. Так, здесь какой-то порядок страшный. Продолжи ряд, положив бусинки на белые точки. Так, красная звезда, фиолетовый шарик, желтая ромашка. Еще средние. Красная звезда большая, фиолетовая звезда небольшая, желтый шарик, красный, ромашка и большая эта звезда фиолетовая. Что-то страшное, конструкция. Хотя, вроде как, я что-то там приметил какую-то логику, что... Вот, дальше должна быть желтая такая, желтая звездочка. Потом красный кружочек. Потом, видимо, фиолетовая ромашка. И какой звезды не было, желтой большой звезды. Где большая желтая звезда? Вот она. Так, и что дальше? Дальше повторка начинается. Вот такая красная, такая фиолетовая, такая желтая. Большая красная звезда и маленькая сиреневая звездочка. Правильно. Во. Разобрялся с порядком. Ты можешь перейти к следующему заданию. Составь бусы радугу. Пусть все бусинки будут той же формы, что и красная бусинка. Так, давай радугу. Не добавим про голубой свет. Погоди, сначала зеленый, потом голубой. Не добавим про голубой свет. Делаем синий свет и фиолетовый. Правильно. Очень хорошо. Ты можешь идти дальше. О, стих! Стих появился. Так, почему-то у меня вылетело на моменте стиха, и это при прошлом прохождении тоже было. Но этот стихом вылетает. Ладно, смотрим. На свете есть множество разных предметов. И каждый, конечно, какого-то цвета. Зеленый горошек и красные маки. И серо-коричневый хвост у собаки. Предметы, конечно, имеют размеры. Бывают высокие стулья, к примеру. Широкие ленты и длинные строчки. И еле заметные первые почки. Предметы бывают совсем не похожи, как роза и кукла. Тарелка и ножик. А тыква и мячик, веревка и змей, похоже, бывают по форме своей. Вот такой вот стих получился у бараша после прихода к Нюше. Одно главное меню. Давайте заценим родителям сначала. У нас тут появляется, типа, вот математика, представление ребенка четырех лет. Что? Математика и, типа, описание, что на каждом уровне выдают. Что Нюша там. Свойства фигур. Крошь там. Пространственные отношения. Капат числа. Прежие знакомства с геометрическими фигурами. Финт. Порядок следования чисел. Самый и количественный счет. Какая же времена года. Классаж в составлении геометрических фигур. А чего у бараш? У бараш, видимо, все вместе. А это продукты. О, наши любимые. Вот продукты. Китания. Сувенирчики там всякие. Магнитики. Вот. Я бы не хотелось от магнитиков со смешариками. Ночок бы тоже было бы неплохо. Так. Косметика для детей. Ну, а вообще не только для детей. Аудиокнижки. Обувь. Так. Компьютерные игры. Вот, смотрите, все, что спело выйти к моменту времени этой игры. Все. А, даже кальдоскоп игр 4 успел выйти? Да ладно. Или нам показывают, или так как этот деток был куплен с Азона, нам показывают все игры, которые есть на Азоне. Хм. Не понятно. По-моему, эта игра вышла до, когда я перестанул смешарик, и, по-моему, даже до кальдоскопа игр 2. Или я что-то путаю. Ну, как бы, они вот здесь представлены, вот, все эти игры. И они все есть уже на канале. Ну, кроме, кроме Олимпиады. И компьютера Ёжика. Вот этих двух еще не завез я. Хотя компьютер Ёжика мог завезти, да и Олимпиаду тоже мог. Ну, и этот не завез. Идательский проект, вот всякие школы с шариками, раскраски, журнальщики, у меня хоть есть несколько журналов. Вот, вот коллекция, книжка, мозаика. Вот настольные игры, всякие вот. Вот эта вот телеграфка, короче, идет, их всем ломает все. Так, профессии, мемы, потерянки, социалы, часики, электровикторины. Было бы интересно, вот и поиграть. Смотрите, игрушки. Вот такие, 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 такие. Хатушка, смотрите на это лицо. Я представила бы, что это лосяша с таким лицом. Так, и видеосборники. Ой, диски. Ох, их тут много. Вот они все. Красавцы. Так, вторая страничка. Вторая страничка, так. Вот такие вот. Ну, информация, где купить, у нас есть. Так, Великий Луки, это, я не знаю, такого города. Так, что там, Новосибирск. Так, Новосибирск, что-то мало всего. Это вообще нету, или есть интернет-магазин. А интернет-магазин там даже не по магазинам. Без этого. Так, первая, ну вот, Новосибирск. Вторая. Новосибирск. О, тут много. И тут Новосибирск. Так. Так. Так, вот, Новосибирск, а на первую. Есть тут, тут, на первую больше всего городов. Ну нет, Кемерово нету. Рекомендую литературу. Вот, считали, когда еще рекламу игр посмешали-ка, видимо. Точнее, не игры, а этих книжек. Выходим. Так, у нас еще есть помощь, но давайте призы поиграем. Что там у Нюши? Поймай бусинку, игра. Может быть интересно. Жми на кнопку начать. Ты видишь, как со стола падают три бусинки. Эти бусинки имеют родные формы или света. Обрати внимание на банку, которую стоит внизу. На ней тоже нарисована бусинка. Оттай в банку под ту из падающих бусинок, которая имеет что-то вовсе от бусинки, нарисованной на банке. В левом нижнем углу ты видишь три круглые зеленые бусинки. После каждой твоей ошибки будет пропадать одна бусинка. Если ты поймаешь правильно три бусинки подряд, тебе добавится новая зеленая бусинка. Но всего их может быть не больше пяти. Игра закончится, если ты ошибешься, а ни одной зеленой бусинки уже не будет. Ну, это типичное правило. Так, что? Звезда. Ловим звездочку. А, мы можем падать как-нибудь быстрее. Так, тут остается въять желтую ромашку по свету. Так, желтая. Насколько это долгая игра? Как думаете? Есть ли тут какие-то рекорды или что-то там вроде? Так, опа, съели. Дайте нам еще. Че их так попрет на желтое? О, красное в кои-то веке. В кои-то веке красное. Смотрите, какой подряд Нюши висит интересный. А, беги, а то сейчас красное съешь. Так, ладно. Так, собираем теперь такую бусинку. Так, собираем ромашку. Так, я дверточку. А если я эту съел, в чем не было бы? Желтый свет есть, а фигуры нету. Так, крок. О, они что-нибудь начали падать. Что-то где-то вам поможет? Нет, не поможет. Так, собираем бусинки. Свор урожая бус. Как вам такое? Урожай из бус. Так, собираю. Опа. Так, хватай. Хватай. Желтое добро. Так, круг. Так, идем сюда. Идем сюда. Так, идем сюда. Так, опа, остаемся. Берем красную. Остаемся. Так, пока нормально. Так, так нет. Ай. Как-то не угнала. Так, блин. Промогала, а не убежала. Так. Давай. Не знаю, это остановка, когда они там падают. Неудобно потом не угоняется. А, если их всех пропустить, то тоже ничего хорошего не будет. Так, окей. Так, красная. Ай. Пропускаю, она слишком быстро падает. Все-таки скорость мешает. Так. А. Опа. Не ведет. Так. Ой. А. Аф. Ой. Окей. А, тут даже рекордов нет. Ну так не интересно. Рекордов нету. Так, сколько тут игр? Только сколько домов или меньше? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь меньше. Смотрите, тут некоторые только печатать можно. А некоторые можно и играть. Ммм. Не порядок. Ну ладно. Воймай бутинку мы сыграли. И не уши, дом прошли. На зеленую. А то на другом аккаунте у меня стоит чисто на краску. Потому что у меня не получилось ремешок собрать. Вам можно гордиться. Ну, в принципе, я собираюсь исполнять свой план, что каждое видео, каждый новый домик смешариков. Так что на этом, получается, мы сегодня заканчиваем. Ну, кстати, обараша можно двигать? Или что, если я на него нажму? Я не буду на него нажимать. А то вдруг меня допустит к крошу. Так, возвращаемся к нашу финальной речи. На этом у нас сегодня видео заканчивается. Всем пить за просмотр. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Далее. Флэрлисты. И всем пока-пока. И до новых встреч. Ты действительно хочешь выйти из игры? Нет. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok